МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. О выборах в деталях. В ЦИКе Чувашии рассказали о подготовке к избирательной кампании. Тревога по сценарию. Сотрудники МЧС проверяют, насколько ученики и педагоги готовы к чрезвычайным ситуациям. Горячие сердца. Добровольцы Республики презентовали социальные проекты. Добровольцы. Движущая сила. Сегодня с авторами перспективных социальных проектов встретился глава Республики. Кому оказывают поддержку волонтеры Чувашии и на какой эффект рассчитывают? Подробности у Дмитрия Ковалева. Встречу с добровольцами приурочили ко дню российского студенчества. И это логично. Сейчас только при вузах Республики действуют десятки волонтерских команд. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка молодежи для правительства региона – приоритет. К примеру, в Институте культуры недавно был проведен ремонт учебного театра. Здесь обновили зрительный зал и установили современную аппаратуру. Три миллиона на световое и звуковое оборудование, миллион на ремонт. И у нас все это вышло. Обещали, сделали, видите ли. Да, спасибо. Сказано, сделано. Да, спасибо огромное. Сбылись мечты и этих ребят. Виктория Вострова получила крупный грант от президента России. Студентка Чувашского госуниверситета активно пропагандирует донорское движение и объединяет вместе неравнодушных. На настоящее время стоит острая нехватка безопасной донорской крови. И вот наш проект как раз таки будет в течение года и в дальнейшем, не только этого года, работать над этой проблемой на увеличение числа кадровых доноров среди студентов вузов и СУЗов нашей республики. Задача проекта Арины Максимовой – помогать одиноким матерям, воспитывающих детей-инвалидов. Под свое крыло активисты взяли уже более 30 человек. В то время, когда мы вводим, например, тех же самых женщин в театр, помогаем им как-то физическую активность проявить, там, бассейн, тренажерные залы, наши волонтеры сидят с этими детьми и уже вот в течение полугода они стали таким одним целым, вот как брат и сестра. Изначально было сложно. Чтобы они проявили к нам доверие какое-то было очень сложно. Глава республики отметил, что инициативы добровольцев востребованы, хотя и далеко не каждый проект получает денежные гранты. Но здесь не надо огорчаться, чтобы вы не получили там какие-то финансовые средства, и ваш проект, он как бы провален. Абсолютно нет. Мы всегда все инициативные предложения поддерживали, поэтому надо стремиться лучше делать свои работы, материалы, представлять. Для добровольцев встреча с Михаилом Игнатьевым стала поводом обсудить и существующие проблемы. Часто помогаем ребятам с ограниченными возможностями здоровья попадать на различные мероприятия. И мы сталкиваемся с проблемой транспорта. То есть нам приходится вызывать такси или просить знакомых. Я поэтому обратился к предпринимателям, которые на самом деле знают эту проблему. У родителей есть семьи, и эти проблемы, чтобы тоже они делали. Спросили студенты, и был ли добровольцем сам Михаил Игнатьев. В наше время была другая волна. Тимур и его команда. Нашим бабушкам, дедушкам, ветеранам, сейчас никому подпошел, чистили снег. Кому-то надо было дрова спилить, заготовить, сложить. Глава региона отметил, что органы власти – первые помощники волонтеров. Мы доступны, мы очень открыты, с этой точки зрения. Мы больше ходим в трудовые коллективы. Вы, открывая сайт, не надо ходить, есть адрес, можете наименство написать. И где-то концерт сделают, для служебной пользы на ТОПУСе. Прошу передать личным руки министрам. Михаил Игнатьев поздравил студентов с праздником и вручил свидетельство новоиспеченным стипендиатам. Еще одна приятная новость пришла из Москвы. Два волонтера-чувашии удостоились диплома всероссийской акции. Глава региона отметил, что в год добровольца, который объявил Владимир Путин, поводов для встреч будет немало. Кто волонтер? Я волонтер! Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня в школе номер 37 города Чебоксары в одном из кабинетов произошло возгорание. Началась срочная эвакуация детей и персонала. К счастью, пожарная тревога оказалась учебной. Сотрудники МЧС проверили, насколько ребята и учителя были готовы к чрезвычайным ситуациям. Далее Рифат Фаткулин. Обычный учебный день. В классах идут по расписанию уроки. И вдруг звуковой сигнал. Слаженно, без паники и спешки ребята вместе со взрослыми покидают здание школы. У многих при себе даже маски, чтобы защититься от возможного дыма. Три минуты, 11 секунд и внутри уже никого нет. Время соответствует норме. До пяти минут. Всего эвакуировано около тысячи человек. Процесс эвакуации мы с самого начала отмечаем, что организован. Сразу видно, что знакомо. То есть в действиях персонала видно уверенность. Седьмой Г, по-моему, буквально несколько секунд побежали в сторону задымления. Но быстро сориентировались, развернулись и побежали в противоположную сторону. Пока шла эвакуация, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности до прибытия пожарного расчета приступили к условному тушению огня. У нас очаг возгорания потушен. Идем докладывать своему начальнику. Такие учения в школах проходят регулярно. За сегодняшнюю эвакуацию сотрудники МЧС поставили взрослым твердую пятерку. Дети вернулись в классы с пониманием важности и необходимости подобных тренировок. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. Вопросы готовности межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях глава Чуваши Михаил Игнатьев обсудил сегодня с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий Владленом Аксеновым. На встрече обсудили вопросы укрепления материально-технической базы и улучшения социально-бытовых условий спасателей. Основной целью визита является посмотреть непосредственно пожарно-спасательный гарнизон, оценить ту работу, которая была проведена, действительно позитивный тренд есть, ну и наметить те шаги, которые необходимо реализовать в ближайшее время, в том числе в рамках подготовки системы РСЧС. Глава региона отметил, что благодаря слаженной работе спасателей и органов государственной власти всех уровней на территории республики не допущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Взаимодействие органов власти, органов местных, самоуправления государственных органов, ваших сотрудников МЧС, которые проводят соответствующую профилактическую работу, тоже дают результаты, это важно. Если взять 2010 год, может быть не для сравнения, а если 2011, за 7 лет, за 6 лет ежегодно количество пожаров тоже снижается. То есть, одна треть практически сокращения произошло, но и самое главное, на этих чрезвычайных ситуациях, по сути дела, гибель людей у нас снижается. То есть, важен каждый человек. Центральная избирательная комиссия Чувашии открыла сезон пресс-конференций. Посвящены они будут подготовке к выборам президента России. Напомним, голосование состоится 18 марта. Пока же все избирательные комиссии, органы власти, политические партии и общественные движения готовятся к этому событию. Что происходит в нашей республике, рассказал председатель Центра избиркома Чувашии Александр Цветков. В республике в выборах президента страны задействованы 1162 стационарных участковых избирательных комиссий. Еще 15 в местах массового пребывания людей, то есть в больницах и следственных изоляторах. Всего в проведении выборов участвуют около 9 тысяч сотрудников участковых и территориальных комиссий, плюс порядка 4,5-5 тысяч наблюдателей. В этом году их выставляют не только кандидаты в президенты, но и гражданское общество в лице общественной палаты. Онлайн-трансляция в день голосования запланирована только на крупных участках, с численностью избирателей более тысячи. Основная инновация. На этих выборах действует заявительный порядок голосования. Это значит, что избиратель может выбрать себе участок, где он будет голосовать 18 марта. Причем не только в пределах своего муниципалитета, но и в любой точке России. И после этого, уже вот начиная с 31 января, то есть за 45 дней до дня голосования, этот избиратель может прийти в любую, не только в свою, а в абсолютно любую территориальную избирательную комиссию, в любой многофункциональный центр МФЦ, а может даже просто зайти в интернате на единый портал государственных услуг и там подать это заявление в электронном виде. Одно но. Написать заявление можно только один раз. Если к моменту выборов вы передумаете, голосовать придется по месту регистрации. Еще одно новшество. Протоколы избирателя комиссии больше нельзя заполнять от руки, только распечатывать на принтере. Это призвано исключить ошибки при подготовке копий документов, поскольку автоматически каждый протокол будет получать и специальный QR-код, состоящий из цифр в нем указанных. Вообще технические средства на этих выборах будут использоваться шире, чем обычно. 125 участков будут оснащены КАИБами. Все КАИБы будут размещены в городе Чебоксары. Александр Цветков заметил, мозгов у КАИБов нет, они могут лишь считывать информацию с бюллетеней. Запрограммировать их на изменение результатов невозможно. До 31 января все кандидаты должны сдать документы на регистрацию в ЦИК России. К 10 февраля станет окончательно известно, чьи имена окажутся в избирательных бюллетенях. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Законность и правопорядок. Защита прав граждан. На это в прошлом году направила усилия прокуратура Чувашии. Итоги работы в 2017 подвели сегодня во время заседания коллегии. Заседание коллегии посетил начальник генпрокуратуры в ПФО Алексей Юмшанов. Его руководство республики поздравило с недавно присвоенным чином госсоветника юстиции. А затем приступили к цифрам и фактам, наглядно демонстрирующим итоги работы прокуратуры за 2017 год. Выявлено было общими усилиями непосредственно прокурорами 2733 нарушения законодательства противодействия коррупции. В целях их устранения принесен 661 протест. В суды направлено 86 исков. Внесено было 981 представление, по которым 956 лиц привлечены к 10 на обвесности. Все эти результаты значительно больше тех показателей работы, которые были в 2016 году. Усиленные меры в 2017 принимали, чтобы снизить общую задолженность работникам по зарплате. За год долг сократился на 230 миллионов рублей. Стал меньше почти в 4 раза. Одним из результатов совместной деятельности является снижение общей задолженности работника по зарплате на предприятиях. Хотя по отдельным предприятиям есть социальная отраженность. Мы отслеживаем, соответственно, и когда нужно решение, будем принимать и будем принимать. Результаты принесли и ежегодные прокурорские проверки, например, в сфере ЖКХ. 81 руководитель управляющих компаний привлечен к административной ответственности за незаконные сборы денег. План прокурорских проверок уже обозначен и на 2018 год. Ирина Волкова, Расиль Мухаммедов, Республика. Начинается как обычная простуда, а закончиться может печально, если не обратиться к врачу. Речь про пневмонию. В Чувашии сезонная волна этого заболевания. Подробнее о ситуации Ольга Пырочкина. Вот при глубоком вдыхе, вдохе, немножко пересклип. Да, пока еще не до конца прошло. Справа. Но не пройдет. Аня идет на поправку. Девочка уже реже кашляет. Появился аппетит. Ее мама Надежда рассказывает. Когда у ребенка поднялась температура 37,5, подумала обычная ОРЗ. Три дня мы поболели. Два дня у нас температура уже пошла на уголь. Два дня температуры уже не было. Но снова вернулась. И появился такой глубокий кашель. Нетипичное было прохождение болезни. Меня это вызвало тревогу. Вызвало врача на дом. Он нам порекомендовал сделать рентген грудной клетки. А что мы и сделали. Лежать в больнице девочке не скучно. На соседних кроватях подруги по несчастью. Свободных мест в палатах почти нет. Однако такая вспышка заболеваемости происходит ежегодно, говорят медики. Так что готовятся к ней и заранее. Чтобы мест хватило, в детской городской больнице номер 3 под больных с респираторными патологиями специально перепрофилировали педиатрическое отделение. На сегодняшний день мы уже имеем заболеваемость такой, что у нас 294 человека прошло с пневмониями. Через наше педиатрическое отделение номер 1 мы только за декабрь 124 человека выписали. Это середина декабря мы начали госпитализировать. Но на сегодняшний день пневмонии у нас 58. Хотелось бы обратить внимание родителей при появлении первых признаков простудного заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением дома. Первое, что должны сделать родители, это обратиться к врачу за медицинской помощью. Если дети могут подхватывать инфекцию в детских садах и школах, в таких коллективах часто встречается так называемая атипичная микрофлора, которая способна вызвать болезнь, то взрослые непосредственно пневмонии от чихнувшего рядом в транспорте человека обычно не заражаются, отмечают врачи. Все-таки какой-то должен быть отягощенный фон у пациента. Например, у пациента с сахарным диабетом. У него ослаблен иммунитет изначально. Если он еще заболевает вирусной инфекцией, иммунитет снижается еще больше. И тогда, конечно, возможно возникновение пневмонии. Для вирусных инфекций сейчас самый сезон, так что койки в больницах для взрослых тоже не пустуют. Приступы кашля, температура высокая, озноб, слабость. Началось с банальной температуры. То есть она была сначала невысокая, но через пару дней она до 38, до 38,5 дошла. И держалась порядка 4 дней так. Температуру сбивал обычно какой-то. А в итоге оказалось пневмония. Пневмония не всегда означает госпитализацию. При легком течении она лечится в амбулаторных условиях дома. Но так или иначе, решать это и ставить диагноз должен врач. Воспаление легких – это тот случай, когда самолечение может привести к летальному исходу. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Уже стала традицией начинать Новый год столицы Чувашии яркими, необычными, интересными событиями. Такими, как фестиваль шотландской культуры. Мастер-класс по народным танцам – его неотъемлемая часть. Училась танцевать вместе со всеми и Юлия Важенина. Легкие, четкие и яркие – так в трех словах можно охарактеризовать шотландские танцы. Они упоминаются еще в летописи 13 века. Их исполняли на свадьбе короля Александра Третьего. С тех пор многое изменилось, но характер танцев остался прежним, простым, но очень динамичным. Танцуют их под волынку. Эта многовековая традиция сохраняется и сейчас. Кейли, скоттиш-кантри-дэнсинг, хейланд, скоттиш-нэшнл, скоттиш-степ – вот пять основных направлений шотландского танца. На мастер-классе изучали самый простой – Кейли. Не удержалась и тоже решила попробовать выучить адынородного танца Шотландии и наша съемочная группа. Мы делаем шаг правой ноги, левую приставляем и еще раз шаг с правой ноги. Дальше нога меняется, левая вперед, приставили вперед. А теперь мы это сделаем чуть-чуть в динамике и встанем в позицию алимант. Правая ручка у кавалера поднимается наверх, заводится за голову. Вот эта вот позиция, мы на шагах, которые сейчас изучили, сделаем такой полукруг. Ну, давайте попробуем. Попробуем, да? Да. Отлично. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, пять, два, три, шесть, два, три, семь, два, три, восемь, два, три. Отлично. Отлично. У вас хорошо получилось. Спасибо. У Полины Парфентьевой серьезная танцевальная подготовка. Она 8 лет занимается эстрадно-спортивными танцами с элементами гимнастики. Основу шотландских освоила легко. Мне очень понравилось. Еще, если будет возможность, я обязательно поучаствую в таком. Шотландские танцы, они более простые, легкие, народные. Поэтому их танцевать вообще, ну, можно сказать, расплюнуть. Вот уже восьмой год подряд в столице Чувашии в январе все желающие танцуют шотландские танцы. С каждым годом участников все больше. Возможно, это потому, что шотландский танец слегка напоминает чувашский. Всегда стараюсь искать схожие моменты в танцах. В том числе я часто сравниваю чувашские и шотландские танцы. Во многих, скажем так, нюансах я вижу то, что они похожи. Мы иногда любим веселиться, да, вот слышим какую-то чувашскую, допустим, танцевальную какую-то мелодию, да, и танцуем шотландские движения. Заверение, что шотландские танцы очень хорошо ложатся на чувашскую мелодию, мы решили проверить лично. Вот так выглядит народный танец Шотландии под родную музыку. А вот что происходит, если мелодию заменить на чувашскую. Как видите, в чувашском и шотландском танцах и правда есть нечто общее. Те же удары ногами, быстрый темп, веселая музыка и, конечно, позитивный настрой. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Правовые новости от компании «Гарант». С 2019 года в реквизиты кассового чека внесут код маркируемого товара. Об этом далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Правовые новости от компании «Гарант». С 2019 года в реквизиты кассового чека внесут код маркируемого товара. Правительство Российской Федерации получило право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности. Код товара, позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры. Согласно документу, правительство будет устанавливать перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке контрольными знаками, а также утверждать правила обязательной маркировки. Еще одна новость. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет все российские больницы с отделениями реанимации и интенсивной терапии обеспечить открытый доступ для посетителей. Законопроект не уточняет круг родных и близких, которым будут разрешены такие визиты. В проекте сказано о родителях, иных членах семьи и иных законных представителей пациента. В частности, непонятно, разрешает ли проект навещать в реанимации взрослых дееспособных пациентов. Этот вопрос не прояснен и в пояснительной записке к проекту. Порядок таких посещений будет, как предполагается, определен Минздравом России. Сейчас существует лишь методическое письмо Минздрава России по данному вопросу, которое не является обязательным к применению. И в завершение новость для автолюбителей. Лимит выплат по европротоколу, то есть по авариям, которые были оформлены без сотрудников ГИБДД, вырастет до 100 тысяч рублей против нынешних 50 тысяч. Оформление ДТП по европротоколу в пределах 100 тысяч рублей будет возможно даже в тех случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия по поводу обстоятельств причинения вреда. Для этого водителям придется зафиксировать обстоятельства аварии и передать их в автоматизированную информационную систему ОСАГО. С помощью технических средств контроля на основе системы ГЛОНАСС, обеспечивающих получение некорректируемой информации о ДТП или специального программного обеспечения, соответствующего установленным требованиям. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии такой фиксации будет возможен европротокол с лимитом выплаты 400 тысяч рублей. Но при выплате свыше 100 тысяч рублей отсутствие разногласий остается обязательным условием. Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года.